Игнать Тихонович, вот вы, ваша община были с момента основания в русской православной церкви за границей. Там многие не признавали благодатность московской патриархии, патриарха и вообще священства. Также и в старобрячестве многие не признают. Ваша община и вы лично, как вы всегда относились к московской патриархии в плане благодатности? Ни одного дня, ни одного часа не было, чтобы московскую патриархию считали безблагодатной. А тогда нужно доказать, с какого времени. Тогда батюшка наш не священник, если она безблагодатная, откуда он получил-то? Епископ наш откуда тоже получил? Первая степень, там уже епископ и зарубежная церковь, это все ложь. Поэтому, когда готовились, акт о каноническом признании, объединения ни одного слова не было, это обман был. Это они уже, я знал, на этом не остановятся, они будут рвать дальше. Объединение, это путинская идея была. 364, кажется, пункта КГБ основали, свои люди там. А как? Мы признавали нам еще, на нас не повлияло, мы ходили тогда, нас за это зарубежное долбили. Я когда был в зарубежье, в синодии был, я говорю, вам хорош только тот, кто против патриархии что говорит. Только тот хорош для вас, они настроены так. А я не говорил, я по частям беру, вот в этом они не правы, что они идут на проповедь. Вот, они правы вот в этом, что издали Библию. Они правы вот в этом, то есть, на патриарха, вот как сказать, разделил он епархии. Меня по всем вопросам спрашивают. И мои мнения ни разу не разошлись с мнением патриарха. Относительно того, что развод возможен по одной причине, измена. А патриархии с 12 уже причин нашей, с этим категорически не согласен. Это потворствование разврату. То есть, вас сами же, вот ваши из РПЦЗ, сами вас гнали за то, что вы признаете патриархию. А потом сами в итоге объединились, признали. Они махнули через нас, а мы не сдвинулись никуда, наши две общины. Зарубежные, которые остались перед митрополитом, признают их? Признают. А как нас не признавать? Мы не убегали, не уходили. Если пастырь убежал, а овцы остались в загоне. Он видит волка грядущая, бежит. И поэтому патриархия над нами никакой власти не имеет. Никакой. Мы не могут отлучать баптистов, старообрядцев. Что он может отлучить, когда не в его войске? Я на другом месте нахожусь. А те нас вычеркнули из списка, рассказали, мы уже договорились, вычеркните. Вычеркнули. А после этого мы встречаемся с ними, и никто к нам отношения не изменил. И мы понимаем, поминаем на каждом богослужении Илариона Капрала. А когда к нам приезжает митрополит или священники, патриаршие, поминает на первом месте патриарха Кирилла в храме. Ну, а дальше этого Илариона и местного Сергия. И даже того, которого в глаза не видели, на чьей территории канонической якобы мы находимся. И его поминает. Да только делов-то. Почему я за ними, ни за одним, ни по одному вопросу, это даже в ум меня не придет предъявлять какие-то. Он перед Богом ответственен-то. И они, что от этого изменятся, что я скажу, давай так. Ничего не изменится нигде. Они ищут, где можно меня утопить. Но это никому не удавалось. Почему я очень защищен священным писанием и святыми, которым я молюсь и днем, и ночью. И многократно призываю на помощь. Я совершенно неуязвимый для них. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok